Всем привет! Пауло Манчини, чью исследовательскую работу о медиасистемах изучают второкурсники, когда-то сказал, что в России нет традиции журналистского профессионализма. Что ж, каждый день на журфаке мы стараемся доказать обратное. Кстати, Пауло Манчини спикер московских научных международных чтений у нас на факультете, и мы вам обязательно про это расскажем. Вообще, в этом выпуске много серьезных тем. Почему зеленый — не только любимый цвет, но и за МС, но и всего МГУ? Экогильдия нашего университета доказывает, что заниматься экологией не только важно, но еще и очень весело. В конце вас ждет забавный опрос фестиваля науки. Маленькие ученые только знакомятся с предшественниками и не всегда могут их узнать. Меня зовут Никита Куликов, и мы с вами на Маховой 9. Сравнивая медиасистемы, Пауло Манчини и Дэниэль Халлен описали три модели СМИ. Спросите об этом любого второкурсника. Или еще лучше самого профессора Манчини. На этой неделе он и другие светила теории журналистики собрались на нашем факультете на международных московских чтениях. Об этом вам подробнее расскажет Софья Дьякова. Чтобы быть в курсе мировых тенденций, журналисты путешествуют и общаются с иностранными коллегами. Но сегодня мы сделаем и то, и другое. Ведь на журфак приехали гости из Великобритании, Австрии, Венгрии, Нигерии, Нидерландов. Фух, и это даже не полный список. Ну что, начинаем наше путешествие по 11-м международным научным чтениям в Москве. Прежде чем знакомиться с зарубежными гостями, нужно узнать о конференции «Все из первых уст». В этом нам поможет ее секретарь Анна Гладкова. Анна Александровна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что нового готовит конференция в этом году? В этом году у нас планируется очень интересная конференция. Будет более 200 участников из различных стран мира, из стран Европы, России, стран СНГ, из дальнего зарубежья. Даже из Австралии к нам приезжают участники. Московские чтения — это уже настолько большой, глобальный, признанный форум, что количество участников возрастает. Оно становится все время больше, увеличивается, расширяется география стран-участников. К нам приходится больше студентов, и мы очень этому рады. Молодые исследователи, аспиранты. Спасибо большое, Анна Александровна. Ну что, я думаю, мы готовы. Идем знакомиться с гостями. Во время своей лекции я говорил о социальных неравенствах, во множественном числе. Их больше одного. Если мы обратимся к истории, то заметим, что это уже традиция говорить о неравенствах. Например, неравенство в зарплатах, социальное неравенство, неравенство классов, полов и рас. Сегодня мы можем наблюдать, что современные разработки создают новые неравенства. Можно по-разному посмотреть на преимущества цифрового капитала. Об этом спорят экономисты и социологи. Первые думают, что капитал может быть применен только к экономике, а вторые уверены, что его можно использовать во многих сферах жизни. Но французский философ и социолог Гурди утверждал, что капитал — это способность человеку усваивать все и использовать внешние ресурсы. Именно с их помощью можно получать прибыль и накапливать как экономический, так и цифровой капитал. Само понимание денег, которых у кого-то больше, у кого-то меньше, бывает разным. Так можно посмотреть на поступление в лучший вуз, как на капитал экономический. В то же время это можно воспринять как капитал культуры. Ты используешь деньги, экономический капитал, чтобы получить другой капитал, культурный. Каждый год он приезжает в Москву, чтобы рассказать нам о новых медиа-трендах. Каждый студент факультета знает его имя. Друзья, у нас в гостях сам Пауло Манчини. Чао, сеньер Манчини. Какие ожидания? Супровизация медиа — важная современная тенденция. Мы не можем знать точно, в каком направлении будем двигаться дальше. Мы знаем, что такое ципровизация сегодня. Но мы не знаем, чем она будет завтра. Неожиданные и драматические изменения в этой сфере происходят очень быстро. И мы должны быть к этому готовы. Грация, сеньер Манчини. А мы покидаем Италию и направляемся на секции конференции. В первый день там уже обсудили медиаграмотность и фейковые новости. А во второй — информационную безопасность. Один из главных гостей конференции приехал к нам из Нидерландов. Марк Дёзе знает все о теории Маквейла и новом понимании медиа. Здравствуйте, мистер Дёзе. Здравствуйте. Мы действительно живем в изменчивом мире, но изучая медиакоммуникации, нельзя постоянно придерживаться мысли, что сейчас, в эту минуту, все меняется. Когда мы смотрим на то, что люди делают онлайн и в медиасреде, мы думаем, это совсем не так, как было раньше. И этого очень много, потому что это происходит по всему миру. Так что старые теории все еще работают. Но вы правы, они должны подстраиваться и меняться. Я совмещаю свою научную жизнь с другими ее аспектами. Я играю в группе, мы даже ездим в туры и выпускаем музыку. И я часто рассказываю об этом студентам и коллегам, потому что я хочу, чтобы они увидели, что есть другие варианты поведения для ученых. Ведь это звание не исключает всего креатива, который существует в мире. Спасибо, мистер Дёзе. Это очень интересно. Кстати, сам Маквейл тоже был на московских чтениях в 2013 году, ведь эта конференция собирает самых топовых медиа-исследователей. После долгого путешествия мы обычно возвращаемся домой. А для любого журналиста дом – это родной факультет и его декан. Здравствуйте, Елена Леонидовна. Добрый день. Для многих иностранных спикеров эта конференция – способ поделиться своими наработками, своими исследованиями. А в чем плюсы проведения этой конференции конкретно для факультета? Вы знаете, плюсы огромные, потому что возможность поделиться знаниями, мыслями, результатами исследований, она и нами используется. Наши преподаватели, несомненно, повышают уровень своей квалификации. Следующая польза – это польза для студентов, потому что мы учим своих студентов, понимая глобальные тенденции развития и учитывая глобальное знание, которое создается. Я также уверена, что очень многие студенты найдут для себя тьютеров за границей, в университетах, с которыми мы сотрудничаем. Ведь многие спикеры представляют наши вузы-партнеры за рубежом. Спасибо большое, Елена Леонидовна. Московские чтения подходят к концу, и многие спикеры скоро разъедутся по домам. Но воспоминания о солнечной Москве останутся с ними до следующего года. Софья Дьякова, Анастасия Шейкина, Сергей Сальников, Маховая 9. Теперь коротко о других событиях недели. Как объединить в себе журналиста, писателя и бизнесмена? В гостях у 404-й группы в телестудии побывал шеф-редактор журнала Esquire Сергей Минаев. Он поделился секретом своего успеха. Нужно собрать команду талантливых людей и оставить их в покое. А еще двигаться вперед помогает тщеславие. Я не считаю, что тщеславие – это что-то прямо ужасное. Мне кажется, это одна из тех вещей, которая движет тобой, которая заставляет тебя идти вперед. Потому что в любом случае, все, о чем бы мы ни говорили, это конкуренция. И люди склонны выигрывать, многие из людей. Хотят быть победителем, во всяком случае. Авторы самых интересных вопросов получили книги с автографом гостя. Я, к сожалению, не влияю на сутки. Хочешь попасть в команду ВКонтакте? Тогда мастерская «Цифровые медиа» для тебя. На прошлой неделе она впервые открылась на нашем факультете. Первая лекция – о трансформации медиа, конкуренции и способах продвижения контента. После нее слушатели разделились на небольшие группы. В них они будут создавать свои проекты. У каждой команды свой куратор. После мастерской слушатели смогут попасть на практику в команду ВКонтакте. Если у ребят получится создать интересный проект, мы обязательно позовем лучшего члена команды, команды-победителя или команды-лидера к себе на стажировку. Ну, то есть это может быть как один человек, так и два-три человека. Это уже будет зависеть от результатов в декабре. У нас в этом году сборная журфака будет совершенно новая, будет преобразившаяся сборная журфака. Сборная с амбициями, с амбициями большими. Я считаю, что мы вполне можем одерживать победу во всех турнирах, где мы участвуем. Сделать МГУ эко-френдли. Убрать всю пластиковую посуду из столовой, сократить растраты энергии, поставить баки для раздельного сбора мусора на всех факультетах. Что-то из фантастики? Нет, это планы движения «Зеленых» или эко-гильдии МГУ. Подробности в сюжете Анастасии Слободенюк. Давайте раз, два, три. Эко-гильдии МГУ! Тимбилдинг для эко-гильдии МГУ. Сегодня коуч Арина Бондаренко, студентка психфака. В эти ряды она пришла в прошлом году. Так как я хочу, чтобы экологическое положение в нашей стране улучшилось, то самое простое, с чего я могу начать, это изменить общество вокруг себя. То есть, как минимум, факультетскую жизнь. Я пытаюсь, чтобы на факультете психологии установили раздельный сбор отходов. Эко-гильдия МГУ появилась в октябре 2018-го. И вот, что успели сделать за год. Внедрить систему раздельного сбора отходов на экономическом, юридическом, биологическом и физическом факультетах. Провести эко-просветительские лекции. Создать свой проект для сбора вторсырья в общежитиях МГУ «Ломоносов-Разделяет». Провести уборку пластика на территории Москвы и Московской области. А отчет о собранных фракциях отправить в «Гринпис Раша». Чтобы вступить в наши ряды, вам нужно заполнить форму анкеты, написав в паблик ВКонтакте. Эко-гильдия МГУ действительно объединение необычное. Помимо внешнего просвещения, ребята стараются и контент своих страничек ВКонтакте и Инстаграм полезным сделать. Кстати, об Инстаграме Эко-гильдии он полон креатива. Все происходит в арт-направлении, то есть это не что-то прямое. Мы скорее показываем наши проблемы косвенно, через искусство. Основатели Инстаграм странички Дина Страх и Ваня Хромов учатся на разных факультетах. Съемки проводят, без помощи специальных моделей работают поочередно. Вот так готовятся фотографии для Инстаграма Эко-гильдии МГУ. Сегодня в объективе проблема вырубки лесов и шумового загрязнения. Реквизит пугающий, но соответствующий костюм дровосека, бензопила и даже искусственная кровь. Вань, ну если с одеждой дровосека и бензопилой все понятно, то зачем нужна искусственная кровь? Когда мы думали об этом посте, мы решили, что кровь будет самым хорошим символом страдания, потому что шумовое загрязнение, хотя часто об этом никто и не задумывается, это на самом деле страдание для всего живого. Ну посмотрим, что из этого получится. Самое сложное, как вы видите сейчас, мы стоим в дождь, в холод и снимаем проект, несмотря на погодные условия, несмотря на вопрос того, что надо в занятом абсолютно московском ритме найти время для этого, выехать, создать концепцию, создать реквизит, все собрать, все сделать. У проекта уже есть обратная связь. Недавно ребята запустили флешмоб недели экопривычек, где подписчики активно делились своими идеями. Кстати, у меня тоже есть своя экопривычка, пусть и самая очевидная. Я использую пластиковую термокружку. Интересно, какие есть экопривычки у студентов журфака? В моей семье мы уже полгода сортируем мусор, мы отделяем пластик от остального мусора. Наверное, моя главная экопривычка – это отказ от слофановых и пластиковых пакетов в пользу сумок, изготовленных из натуральных материалов. Каждые 2-3 месяца я сдаю очень много макулатуры на наш факультет. В ДАСе мы сдаем крышечки от бутылок на переработку. Показывается журфак «Зеленый факультет». Кстати, пока «Экогильди МГУ» только начинает свою работу у нас. Сейчас сбор макулатуры осуществляет правком. Анастасия Слободенюк, Андрей Михайлов и Виолетта Сажина, «Маховая-9». Яркие научные шоу и мастер-классы, увлекательные химические опыты и погружение в виртуальную реальность, лекторы со всего мира и нобелевские лауреаты – это далеко не полный список всего, что можно было увидеть на 14-м фестивале «Наука-0+.» Воезная студия «Маховой-9» работала в библиотеке МГУ все три дня. За это время мы взяли более 50 интервью. Среди них и нобелевский лауреат, и ведущие специалисты в области физики, медицины и космических исследований. Но королевой фестиваля стала химия. В самый первый день мы говорили с представителем блока молекулярной химии и сварили коктейль с азотом прямо в студии. Эксперименты выполнены профессионалами. Пожалуйста, не пытайтесь повторить самостоятельно. Все интервью уже публикуются на нашем YouTube-канале и в группе ВКонтакте. Смотрите, ставьте лайки и делитесь с друзьями. Ну а пока скажите, Чарльз Дарвин – герой фильма, Эйнштейн – писатель? Что создал Менделеев? На фестивале науки мы решили спросить маленьких ученых, что они знают о своих великих предшественниках, а также задали им парочку философских вопросов. Смотрите и думайте, смогли бы вы дать правильные ответы. А с вами был Никита Куликов. Увидимся! Кто такой Чарльз Дарвин? Ну, это, наверное, какой-нибудь герой из книг. Книг, которые взрослые какие-то. Ученый вроде. Ученый. Это Визик, по-моему. Но это не точно. Мне кажется, из шоколадной фабрики есть в таком кино. Потому что он великий запредатель. Тот, кто попадет в ад за свои суждения. Ты знаешь, кто такой Чарльз Дарвин? Нет. А Менделеев? Да. Клон. Человек какой-нибудь. Менделеев. Создал таблицу Менделеева. Это тоже химик, вернее, по-моему. Но это не точно. Смотри, фотография. Это кто? Клон какой-то. Ученый вроде. Знаю, только имя забыла. Ему надоели репортеры. И он решил показать им визы, чтобы они от него стали. По-моему, это Пушкин. Как произошла Вселенная? Из кусков луны. Что-то, наверное, произошло, и она появилась. Из каких-нибудь маленьких микробов вот так вот раз, два, раз, два, раз, два, раз. По пирамиду строится, строится, устраивается до самого конца, вот и получается. Теория Большого Взрыва. Появились всякие существа маленькие, а потом как бы как бактерии, а потом они увеличились, стали динозаврами. Точного ответа нету. Была сингулярность, маленький шар, где было очень много энергии. Он взял, расширился и взорвался, и получилась так Вселенная. Девять атомных бомб, наверное. Почему именно девять? Не знаю, может даже десять или одиннадцать. Ну, метеорит упал. Нет, ты что, тихо, 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 была точка. Потом точка как бы взорвалась, расширилась, и не получилась Вселенная. А человек откуда взял? Вроде Бог создал. Были раньше динозавры, потом настал дневниковый период, и стали появляться другие вещества, уже всякие. Ну, есть теория Дарвина, из которой мы произошли, из обезьян. Бог создал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова